За прошедшее время в России зафиксировано снижение потребления табака на 17%, число курильщиков на территории края остается весьма значительным. Во-вторых, не стоит забывать, что треть населения Хабаровского края – это молодые люди, здоровье которых есть залог процветания края Дальнего Востока и всей России. Тогда как табачный дым в атмосферном воздухе оказывает неблагоприятное действие влияния на всех граждан и создает дополнительные угрозы здоровья. Нас, например, молодежь особенно беспокоит курение на остановках общественного транспорта. Ограничения, предлагаемые законопроектом, в дополнение к установленным федеральным законодательством, направлены на увеличение территории, которая защищена от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака. Однако стоит обратить внимание и на проблему оборудования мед для курения, которая должна решаться по мере введения устанавливаемых ограничений.